Музыка Направление организации отдыха и занятости детей в летний период 2021 года зависит от эпидемиологической обстановки области. Отдых детей проводится на базе 17 загородных детско-оздоровительных центров, 248 пришкольных лагерей с питанием, 458 площадок без питания и 332 малозатратных форм отдыха. Данными видами отдыха планируется охватить порядка 105 тысяч школьников. На текущий момент в июне месяце уже открыты 15 загородных лагерей. Данные лагеря получили допуск со стороны противопожарной службы, со стороны Департамента санитарно-эпидемиологического контроля. И наши школьники уже начиная с 11 июня заехали в загородные лагеря. Детские оздоровительные объекты функционируют при условии строгого соблюдения эпидемиологических требований и карантинных ограничений. При заезде в детские оздоровительные объекты на каждого ребенка должны быть документы о состоянии здоровья, справки об отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями, в том числе на COVID-19. Открытие пришкольных лагерей и объектов дополнительного образования проводится поэтапно. С учетом погодных условий должно обеспечиваться максимальное проведение мероприятий на свежем воздухе. Также отряды должны быть изолированы при организации режима работы и досуга детей. Первый загородный лагерь, который открылся в Ахмолинской области, это лагерь Жулдыс, который находится на территории Ерементаусского района. В связи с данной ситуацией по коронавирусной инфекции, проектная мощность в лагерях сокращена от 30 до 50 мест. И на текущий момент в наших лагерях где-то размещается порядка 30-50 ребят в течение 10 дней лагерной смены. Дополнительно в летний период дети могут посетить Республиканский центр «Балдаврен» в городе Щучинск. 1728 школьников области отдохнули. Это учащиеся 5-9 классов из 13 районов двух городов и Окольского детского дома. 150 бесплатных путевок будет предоставлено в детский здравительный центр «Звездные» детям из малообеспеченных семей. Через работу кружков и секций, трудовых отрядов и интеллектуальной занятости в летний период будет охвачено порядка 117 739 школьников. Помимо наших областных загородных лагерей, у нас на территории Акмолинской области расположен и Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаврен», который находится на территории Щучинско-Боровской курортной зоны. Так как с начала года в «Балдаврен» заезжали только акмолинские школьники в связи с ситуацией по коронавирусу, порядка 1700 школьников уже отдохнули в стенах «Балдаврена», оздоровились, были охвачены очень увлекательным содержательным досугом. И теперь в каждую летнюю смену порядка 60 ребят выезжают в «Балдаврен». На еженедельной основе в летний период разрабатываются и размещаются в социальных сетях, интернет-ресурсах, организация образования, сетевые графики с тематикой смен. 460 онлайн-лагерей для первых, четвертых и пятых, восьмых классов. Онлайн-смены будут проводиться с 10.00 до 13.00 часов ежедневно 5 дней в неделю. В рамках каждой смены проводятся творческие мастер-классы, занимательные игры, флешмобы, виртуальные экскурсии. Продолжение следует...